Привет, ребята! Мы в замечательном городе Чунсин. Город высоких подъемов, низких спусков и абсолютно непонятно, как работающего GPS. Я не знаю, как здесь люди ориентируются хоть в чем-то. Найти хоть что-то здесь нормально, ну, по факту невозможно, потому что надо либо знать, куда ты едешь, и четко помнить каждый поворот, либо я даже не знаю, что делать еще надо, потому что мы пользовались разными картами, и Apple-картами, и китайскими картами, и это жопа полная, просто вот по наитию двигаешься, и то лучше получается. Короче, ладно, хватит ныть. Если уж ты приехал в Чунсин, ты обязан попробовать Чунсинский хот-пот, потому что это по факту родина южных хот-потов, и вот этот Чунсин-хоу-го, это прям знаковая штука. Их, естественно, нереальное количество в этом городе, просто пипец на каждом углу. Хот-пот, 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 хот-пот. И какой из них хороший, какой из них плохой? Да хрен его знает. Поэтому мы попросили у местных посоветовать. Прям вот круто, чтобы было. Они нам дали локацию, и вон там Энни ходит с телефоном, с китайскими картами, и мы пытаемся это место найти. Так что давайте прогуляемся, найдем этот самый хот-пот, надеюсь, зайдем в него, и посмотрим, что такое настоящий сычуаньский хот-пот в его истинном проявлении в версии из Чунсина. Звучит круто. Надеюсь, так же круто будет по вкусу. У меня для вас есть фокус, ребята. Сделайте так. Моргните несколько раз. Вот как я. Раз, два, три. Ну, можете моргнуть еще несколько раз, и лето пройдет. Наступит 1 сентября, день знаний. И некоторым из вас надо детей в школу будет везти. Ну, или самим туда идти, я не знаю. И если вам нужно будет накрыть стол вкусной и разнообразной едой для первоклашек, например, ну, или для тех, кто постарше, в этом вам помогут мои старые добрые друзья из моей любимой доставки еды в Фудбенд. Тем более, что по промокоду DIMA25 будет отличная скидка. Большой заказ детям, ну, или себе, можно сделать заранее на определенную дату. Фудбенд сами приготовят и сами привезут вкусную еду по Москве, Алматы и кое-где еще. Скидка многоразовая, заказывай хоть каждый день. Ну, и помни, чем больше заказ, тем больше скидка. В меню Фудбенд много пиццы, ей удобно делиться, меняться кусочками. А еще почти все дети любят ее, да и мы с вами, че уж там. Если нужно больше овощей, белков, но желательно без теста, берем каждому поке-болл с лососем или креветками. Это и сытно, и красиво. А родителям, например, закажите большой сет разных роллов с рыбой или морепродуктами. Ну, или горячие блюда Фудбенд, лапша-вок с курицей или креветками и другие блюда со сковородки. Вот, например, зацените красивейшая пицца с пармезаном и пармской ветчиной. Кстати, на ней много зелени, тоже витамины. Ну, и себе любимому в дополнение крылышки барбекю, под киношку, а также салаты, десерты, конечно же, тоже в меню есть. И не забудьте про лимонад, они там вкусные. Ну, и как обычно, напоминаю для зрителей и предпринимателей, у Фудбенд есть франшиза. Это если вы давно хотели открыть доставку еды в своем городе. Ну, а если вы просто хотите вкусно поесть и сэкономить, переходите по ссылочкам в описании, вводите при заказе из Фудбенда промокод ДИМА25, получайте отличнейшую скидку и приятного вам аппетита. Ну, хоть что-то хорошее. Место мы нашли. Вроде оно, да. Энни говорит, что это место. Мы сейчас зайдем, выясним, почему именно это. Выглядит оно очень невзрачно, но говорят, что именно так должны выглядеть самые крутые и популярные места. Ох, народ еще внутри, конечно, капец. Нормально тут народ еще. Я хрен его знает. Пошли внутри прогуляемся, посмотрим, как вообще выглядит это дело. Люди бегают. Я так понимаю, что дальше там особо ничего нету. Просто рейстик, рейстик, рейстик. Да? Ну, да. А нету никаких приватных комнат. Есть приватная комната с работниками. Но оно даже пахнет остро. Да. Такое прям. Что это достопримечательность? Если при тебе мусор... О, вот это достопримечательность. Это мощно. Подожди, у нас там есть, обязана быть станция для соусов. Мы еще до нее сходим, конечно. А где станция с соусами? Не вижу. Ну, что можно сказать? Выглядит очень локально. Да, это утиный желудок, насколько я помню. Не любишь такое? Есть, зато остренькое масло, кунжутное. А просто кунжутное масло, не острое. Ну, мы тоже его поедим. Ладно, погнали ждать наш стол. Там где-то Энни сторожила. А, вон она. Энни сторожит. Ты счастлив? В конце концов, ты счастлив. Вот наш стол угловой. Это у нас более интереснее, но у вас Макс не может быть вкуснее. А, это только один пот. Окей. Тут еще важно понимать, что мы это все делаем по большей части ради Энни. Как бы мы хот-поты ели. Макс не то, чтобы большой фанат хот-пота, да? Вообще не фанат. Вообще не фанат. Я окей. Ну, типа, не то, чтобы это прям моя любимая еда, но я норм с этим делом. Энни мечтала. Ей по факту вообще нафиг Чунг Син не сдался, кроме того, чтобы попробовать настоящий хот-пот здесь. Вот тот самый оригинальный. И когда мы сюда зашли, у нее уже губы растеклись в такой священной улыбе, что капец. Что она попала просто в мекку своей любимой еды. А, как говорится, хэппи вайф, хэппи лайф. Счастливая жена, счастливая жизнь. Вот, поэтому сегодня мы порадуем ее. Ты все рады? Да. Ты рады? Вот. О, даже если вон улыбает, у меня в голову очень вкусно. Да. Короче, да, Энни правильно говорит, что здесь вот стоят вентиляторы, и ветер дует острый. Реально в воздухе острота. Посмотри, как мало нужно человеку для того, чтобы быть счастливым. Просто очень острая еда. Просто очень острая еда. Посмотри на место, где мы находимся. Ага. Она сюда пришла и просто сияет. Да, да, да. Представьте, что какая-нибудь ваша девушка. Нет, что она любит там? Я не знаю, суши она любит. И вы ее привезли в Японию, в самый крутой суши-бар вообще. Самому крутому. Это макасо-шефу. Примерно уда. Ну, да. Типа, настолько локально, насколько это только возможно. Вот, короче, как выглядит этот хот-пот, и он стоит на деревянном ящике. Там газовая плитка, и вот этот ящик. Почему-то это важно. Не знаю, почему. Вот, просто. Я, короче, не понимаю, что происходит, но, насколько я понимаю, мы переезжаем на другой столб. Идем за Энни и просто следуй за поездом. Вагончик Дима. Так, вот, еще один уголочек. Как-то вот так это выглядит. Все, говорят, иностранцев увидели. Им теперь хот-пот больше не интересен, теперь иностранцы будут интересны. Все. Вон там семейка сидит. Сейчас босс отойдет. Вон, сидит семья, и они такие, иностранец, иностранец, иностранец. Все, увидели иностранца. Все, все, счастье у людей на весь день. Олд спайси. Как дезодорант. Со вкусом олд спайса. У меня только олд спайс дезодоранты. Блин, звучит как реклама. А я ролик снимаю. Вырезан. Да, я вырезан. Олд спайси, но у меня уже деньги. Да, да. Да мне уже кто только не должен. Чай этот должен, блин, деньги мне. Кто там еще мне должен деньги? Кепки. Только не суть, я об этом не знаю. Да, да, да. Кепки этого, Запорожец Херитедж должны мне деньги, потому что постоянно спрашивают, что это за кепки у меня. Кто там еще мне денег должен? А, этот, KFC, я его снимал раза 4 или 5 уже. А вот к концу KFC пойдем предъявить. Да, 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 да. Совсем обнаглели вообще. Так что надо, надо снимать, надо бабло рубить. А еще сколько техники, всякие уландзы, диджай, вот это все, все эти конторы, которые я использую в съемке, они постоянно в камеру попадают. Это же все бренды. Хоть заклеивай, знаешь, залепляйся. Of course. Пойдем сделаем соусы. Давай. Соусная станция понечен. Ну что тут мы будем за соусы делать, а? Ну нужен чеснок. Прям выбор. О, тумач. Макс, накидай мне зеленухи всякой. Большой-большой выбор у нас. Знаешь, в простоте сила. А вон той дальней зеленухи накидаешь? Какой? Вот этой? Вот этой. Я же тебе накидал уже. А, да? Да. Ну еще. Так, нам нужна соль. Нам нужна соль. Или это сахар? А, это МСГ. Так, это глутамат. Глутамат нам нафиг не нужен. Есть сахар. Подождите, а где соль? Так, это у нас уксус. Давайте уксуса немножко. А то у нас что? Ну, что мы ее, это типа... Оп. Вот это я понимаю, бутылка соевого соуса. Это вам не это. Так, оп. Налил. Красота. Нет, это уксус. Я знаю. Бинда. Так, все. Ну-ка. Ну-ка. И, конечно же, вот в это дело мы берем знаменитое местное кунжутное масло. Так. Оп. Вот такие у нас дела. Выглядит топово. Единственное, я соль не нашел. Мне бы вот туда еще соли. Я бы еще хотел арахисовой пасты туда бомбануть. Но ее, к сожалению, не было. Почему-то. Я, по крайней мере, не увидел. Ты, Макс, что сделаешь? Все то же самое? Да, только чуть-чуть, надо что. Единственное, я вот не уверен, смешивается ли полноценно соевый соус с кунжутным маслом. Смотри, чуть-чуть положил, и оно как-то более... Ой, как вкусненько. Да? Прям вообще. Короче, я не знаю, чего тут такого особенного. Может быть, у них в масле что-то? Кислинка откуда-то приятная. Может, это соевый соус? Хотя соевый соус там обычный вполне. Я не нашла соль, наконец. Да. Опа. Все, главное не пересолить. Так, тут что-то происходит. Нормально. Свои дорогие одежды за 15 юаней спиндудо не зафоршмачить. Что ты палишь? Я сам в таком. А, нет, я не в таком. Спасибо, Вадим. Вадик, дружище мой. Который мне подогнал вот эту футболку. Если кто не понимает, это чувачочек из мультика про хоккеистов в образе Данилы Багрова. Мне кажется, просто топовая штука. И, конечно же, куда без этого. Так, у нас тут кое-что пришло. Так, друзья мои, я сейчас поставил камеру сюда. У меня две камеры снимают. Вы будете видеть и стол, и мою реакцию временами. Потому что надо две руки иметь, операторов нет. И, соответственно, снимаем как умеем. Вот. Поэтому, а, мы ждем пока вот тот разогреется. Тут должно бурление начаться. Уже горячее. Это не бурление, это тупо масло. Ну, это жир больше говяжий, чем масло. Посмотрите на вот это довольное лицо. Кто-то сказал, Дима? Что-то он сказал, не знаю. Ладно, ладно, по-настоящему довольное лицо. А, ну тут камера закрывает по-настоящему довольное лицо. Это утиные желудочки и... И говяжий желудок. И говяжий желудок, да. Так, стомак и биф стомак. Не такое вы себе представляли от слова «микс», да? Микс из говяжьих желудков и утиных желудков. А, ну и, конечно же, куда без них. Великолепные, вкуснейшие свиные мозги. Ммм, нями-нями. Красная рыба. Что у нее? Франш-сан-мей. Это в каком-то соусе. А это что такое? Это утка? Короче, есть еще рыба вот такая. И она как бы красная. Она внутри, у нее мясо красное. Прям ярко-красное. С красным цветом. А, окей. Ну, это угорь какой-то. Какой-то тип угря. Я это есть не буду. Выглядит это максимально все равно. Если что, это рыба была угорь. Какой-то вид угря. Местный, речной. Окей. Я хочу, короче, попробовать вот это мясо, потому что его варить не надо. Просто посмотреть, что это вообще такое. Ты возьми его, опусти, подогрей его. Его не надо подогревать. Оно горячее. А ты подогрей. А ты подогрей, да? Оно горячее, а ты подогрей. Ты опусти его вот сюда, в самый цинус. Зачем? Чтобы было вкусно, Дима. Ты сюда пришел ради экспериментов. Экспериментируй. Но не таких. Дима, пробуй. Да, Дима, пробуй, ладно. Это не еще раз, это хао ню. О, а ну, что ты думаешь? Ты знаешь хао ню? Хао ню? Хао ню? Хао ню? Окей, Макс, ask me to make эксперименты. Давай. Макс, только ради тебя. Давай. Достаточно? Я уверен, тебе понравится. Достаточно? Окей. Сейчас, секундочку. Острое. Что он со мной делает? Что это вообще с человеком? Ну как? А прикольно, сочнее стало. Видал? Я так Макста плохого не посоветую. Да. Хотя он пытался, да? Пытался подъеб... Не горить меня. Даже в мыслях не было. Давай картошку попробую. Картошка выглядит вот так. Вот здесь. Это, короче, мясо буйвола, если что. Ну, классная картошка. Картошка вкусная. Ну, картошка не может быть невкусной. Ну да, очень сложно зафакапить картошку, если ты ее сделал мягкой внутри и хрустящей снаружи. То есть, выглядит это, ну, блин, как вкусная хрустящая картошка, какой она и является. И вся она в перцах, в сичуанских перцах, в обычных перцах. У меня губы просто умерли. Ну, это очень вкусно. Кола не спасает вообще. Никаким образом не спасает. Давайте чуть ниже опущу камеру. Может быть, видно будут какие-то мои блюда, которые я буду есть. Извините, если башку будет обрезать. Зато вы хоть что-нибудь увидите. Макс, порулишь потом? После этого порулишь, а я переключусь на пиво. Мне потому что Кока-Кола вообще не спасает. Что нужно? Ох, так, ладно. Что за пиво? Пиво Чун Синь. Соответственно, ну, прям вот. Пиво Чун Синь. Что вы еще хотели в Чун Синь? Да. Надеюсь, оно хотя бы не острое. А прикольно было бы сделать очень синий. По-любому же есть какая-нибудь крабовая пивоварня, которая делает острое пиво. А-а-а, крабовая палочка развалилась. Ну, их нужно по-другому. Их нужно вот так вот, наверное. Раз. Два. То есть их нужно недолго. Мне кажется, крабовую палочку надо хавать замороженной. Вот эта тема сварить крабовую палочку, мне что-то как-то, не знаю, не близка совершенно. Ты как с вареными крабовыми палочками? Ну, я тоже не думаю. Тоже замороженные же вкуснее, да? Ну, не замороженные, но вот... Ну, такие, холодненькие. Да. Ну, да. Это просто горячая крабовая палочка. В вкусненьком соусе. Но и вкусная палочка. Это хорошая крабовая палочка, да. Она, по крайней мере, не бумажная, но не пластиковая. Не картошечку. Нормально. Но надо перекручаться на мясо. Кстати, пиво подотпустило. Пока Энни наваривает нам навары, пара мыслей. Вообще, про город Чунцин. Нам завтра отсюда уезжать, мы еще встретимся с подписчиком. Вот, у него здесь рестораны, у его жены. Это очень круто, на самом деле. Друзья, если вы тоже в Китае, и у вас есть свои какие-то заведения или бизнесы здесь, и вы хотите просто поделиться своей историей, пишите обязательно. Имейл есть в описании под каждым роликом. Плюс, есть ссылка на наш телеграм, я там сижу, вы можете спокойно мне написать. Я с удовольствием докачу когда-то до вас, когда это будет в рамках какого-то путешествия, и пообщаюсь, потому что я очень хочу разные интересные истории поведать подписчикам и вообще как можно большему количеству людей. Поэтому обязательно пишите. Так вот, касаемо города Чунцин. Во-первых, мне не нравится вот эта непроработанность, узость улиц и огромное количество, особенно в центре, мы все-таки по центру побольше двигаемся. Вот это какая-то непродуманность того, как здесь выстроены все вот эти дороги, ограничения и прочее, прочее. Мы сегодня ехали по дороге, нам надо выехать на мост. На мост выходят три дороги, которые сужаются до двух полос. И в конце моста, ради того, чтобы сраные вот эти туристы сфоткали с моста красивые домики, перегородили еще одну полосу, то есть три забитых в фламину полосы, вы сейчас видите это где-то у себя на подсъемке, превращаются в конце в одну полосу. И, естественно, все стоит. Мы на мосту простояли час. Час на коротеньком мосту. Это просто капец. Ну зачем так делать? Ну вот, зато туристикам приятно, они могут сфотографировать. Так они, у них есть специальная дорожка пешеходная, но нет. Им вот выделили уголочек, чтобы там как-то что-то. Ну зачем так? И вот очень-очень много где. Прикольный город. На самом деле прикольный. Еда прикольная, вкусненькая. Сяомнен, я не знаю, вышло уже то видео или нет. Наверное, оно выйдет до вот этого. Очень вкусно. Вообще прям офигенный. Муа вообще. И в целом город крутой, большой, огромный, со всеми плюсами, ну и минусами. Самый вообще густонаселенный, в котором я был. Просто капец. Время закончить болтать. Ага. Дже день. Вот Эни Зре сделал. You left it for a long time and it became hot. No, I was so on my name. Окей. Так. Ага. Мяско. Так. Так. They don't have shinsai. They don't have shinsai. They don't. Такого нету. И они говорят, это типа не наш стайл. Так что мясо. Вот в таком вот оно виде. Пробуй. Мясо, мясо. Без вопросов. Горячо. Реально горячо. Я пока не чувствую какой-то особой остроты. Но это мясо было острее. damn it has a bit of water. What do you think about this hokkota compare to salmon hokkota? Но мы замечаем, что вы будете ехать из Коэрии, но не очень вкусно. Но вкусно, и все, и все. И прайс очень дешевле. Прайс больше, чем Хайдилай. Хайдилай, в Коэрм там не очень, но еще Хуичу, в Коэрм. Пайс выше, но с горячей, и здесь не было интересного. И особенно, здесь есть в Коэрм, В Коэрм. И ты рады? Да. Да. пиво говнище просто максимальная ссанина честно признаться классическая китайская ссанина но вот здесь вот прям другого не надо если бы у этого пива хоть чуть чуть больше вкуса было вот вообще бы не зашло и вообще не любитель запивать крепну алкогольными напитками еду потому что у тебя смывается вкус напитка особенно если яркая яркий вкус еды смывается вкус напитка и остается спиртуозный вкус во рту даже вино не важно что и поэтому не особо не нравится я люблю типа покушал водичкой запиваешь и потом выпил стаканчик пива и не знаю а вот здесь вот это водопива она прям вот идеально вот когда задумываешься на кой хрен они это пиво делают учитывая то что оно отвратительное вот для этого потому что здесь оно прям хорошо там на фоне покашливает макс макс что остренько тебя очень сейчас мы покажем вам максимум и лицо покраснело я у тебя такие выпученные глаза посмотри в камеру а не вижу а ну я вижу прям сильно острая. Мне кажется, тут больше даже дело не в остроте во вкусе, а на воздухе острота. Здесь дышишь остротой. Так, Макс ушел на секундочку. Он что-то прокашляться не может. Ему вот этот летающий перец в воздухе совсем-совсем разорвал горло. Поэтому пока что буду отдуваться за все только один я. Такие дела, ребята. Ладно. Блин, мясо вкусное. Оно мягкое, оно приятное. Оно пропиталось остринкой. И при этом оно блин, как бы еще описать кисло-нажористое. Потому что откуда-то вот здесь есть кислинка. И эта кислинка очень подходит этому делу. Картошечка. Они тут надо мной эксперимент проводят. И решила мне вот это. Вот оно мясо. И, соответственно, все это в перце. По ходу дела, таким образом и я скоро уйду вместе с Максом. Потому что у меня в нос начинает бить очень жестко. А, Макс, тебе получше? Продышался. Ну, тут в воздухе просто сам перец. Да, да, да. И вот ты сейчас ушел, и у меня началась эта фигня. Но я его зажал и вроде немножко продышался. Пока супер-острое варится, давайте говяжий рубец заценим. Я знаю, что очень многие его терпеть не могут. У меня к нему очень нейтральное отношение. Оно такое, вот если бы еще пузыри можно было надувать, вообще было бы хорошо. Ну, а так, типа, жвачечка такая. Как бы, есть можно, но многое я его не съем, чисто из-за текстуры. По вкусу норм. Ничего такого не было. Мне кажется, тут все равно, что ты ешь, что ты перебиваешь вот этими соусами. Не, я за всем этим чувствую разные вкусы. Вкус мяса, картошечка. Ну, давай-ка. Бай-бай. Должно быть очень остро. Но, как оно будет по факту, сейчас посмотрим. Там же большая часть от страха посмелась по факту. Что это у меня за новое слово поразит по факту? Откуда я подсвел? Ты же так не говоришь, да? Они тоже так не говорят. А я больше ни с кем не общаюсь на русском. Ну, кроме подписчиков. Но они тоже так не говорят. Я чувствую пряное что-то. Очень-очень-очень пряный вкус. Очень горячо. Too hot. Очень много сычуанского перца. Очень много. У меня аж язык онемел. Вкусно. А, вкусно. И еще туда перца ложь. Да, 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 да. Суп становится еще перечнее. Просто. Если казалось, что и этого недостаточно, то Энни добавляет туда прям смесь из красного с сычуанским в полном фарше. Ну, это очень пряно. Оно не мина не остро, а пряно. Бьет в нос моментально. Фу, мало огня на наших небах. О, прикольное название для китайского ресторана. Мала огня. Да, мало. Просто, если что, это шутка из того, что по-китайски есть слово ла, но это острый. Соответственно, должны быть его вариации. И вот именно тот эффект, который делает вам сычуанский перец, в Китае называется ма ла. Это ма, это такое типа онемение, ла спайси, ну, острое. Соответственно, онемевающе острый. И мало огня, наверное, просто было бы, ну, типа, онемевающее острый огонь, да? Мало огня. Мало хого. Мало хого. Ну, мало хого, я уверен, что много. Ну, как бы. Мало хого. Да, мало хого. Мало хого. Мало хого. О, блин. Да, вы мне тут постоянно предъявляете, что я сижу в кепках в видео. Сейчас не буду больше сидеть в кепках, Мне просто жарко стало. Мне просто стало жарко. Да, 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 да. Так, ребята, я к вам прислушался. Да, 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 нет. Повариваем. Так. Оп, зачерпнул. Есть. Я думаю, что он закончился. Немножко перефокусируемся на Эне с Максом. Мал кук, мал кук. Мал кук, мал кук. Окей. Давайте попробуем. Спасибо. Что происходит, Макс? Огонь. Мне кажется, у меня губы просто, знаешь, так распухнут. Мы как-то уже шутили с тобой, что если хочешь девушке подарить накачку губов, просто отводишь ее в такое заведение. Надо ехать в чунг-син. Да, просто приводишь ее в чунг-син, выводишь ее покушать пару дней и все. Окей. Еще какой-то вариант мяса. Вот, сейчас они его показывают. Ну, выглядит это... Я бы это пожарил, честно признаться. Я бы это скорее пожарил, чем варил. У меня вообще есть претензия к этой замечательной стране. Я уже ее несколько раз озвучивал, но для тех, кто не слышал в других роликах, озвучу еще раз. Рядом есть Корея, Япония, Вьетнам. И все эти страны имеют еще и культуру жарения мяса. В Китае есть на севере домбейское кауроу, так называемое, но оно не имеет даже доли той популярности, которую имеет в Китае флок-пот. Так оно так и называется, корейский этот кауржоу. Нет, оно есть домбей кауроу. Прям они жарят на... У корейцев просто плитка маленькая, квадратная, электрическая, а у корейцев маленькая, квадратная, электрическая, а у корейцев у них круглая, вот с высасывалкой такая. Это разные. Ну, немножко. Я так понимаю, что это какие-то этнические корейцы, а китаили немножко этот вид жарения мяса, и вот так получилось. Но оно не имеет той популярности. И здесь все предпочитают мясо это варить. А жареное же всегда вкуснее, чем вареное. И причем прикол в том, что оно варится в масле. Ну да. Оно типа не варится в масле, понимаешь? Потому и тонко, оно типа обваривается. Обваривается. То есть идея такая, что масло может иметь температуру выше, чем вода у кипения. Соответственно, ты делаешь супер-супер тонкий кусок мяса, масло перенасыщено вкусами, здесь слишком много острого, слишком много всего, чтобы вот за те 8-10 секунд, что ты окунаешь это мясо внутрь, чтобы оно успело хоть чем-то пропитаться. Если ты это просто окунешь в суп обычный, ничего не произойдет. Извините за вот эту камеру в кадре, но по-другому никак здесь нет с этой стороны, ничего я никуда поставить не могу, приходится со мной стороны снимать. У меня вот сюда попала то ли перчинка, то ли что. Я не могу прокашляться. Там другие люди кашляют в других, потому что здесь реально вот за другими столиками я слышу то тут, то там покашливание, потому что воздух прям насыщен перцем. Ты здесь прям дышишь сычуанским и острым перцем. Здрасте вообще. Мы, кстати, все это время игнорировали вот этот центральный кружочек с неострым супом. Давайте хоть его попробуем. Окей. Давайте сделаем так. Сейчас попробуем вот этот супец. Интересно, что там, какие-то грибобасы плавают, еще что-то. Там картошечка у нас будет и мясо. После этого мы подъедим это все, потому что, ну, особо ничего не осталось. Там еще будут свиные мозги и рыбка, но это будет я не без меня пробовать, потому что, извините, пожалуйста, но меня на это уже не подпишешь. Плюс я что-то нажрался, просто капец. Ну вот, я это буду делать включение в остальном, но все это подъедим и сделаем какие-нибудь выводы. Но сначала вот этот супец. Давай, Дима, время шоу. Время шоу, да. Энины свиные мозги. Что ты там лыбу давил? Я смотрю на тебя, как ты и себя вспоминал. А, то есть, в следующий раз, когда вот ты так закашливаться будешь, я тоже буду сидеть? Вот так вот. Вот, давай, закашливайся. Вот, Макс там подначал подкашливать, я делаю так. Слабак. Давай этот, чемпионат по злому смеху. Давай все этот. Устраиваемый чемпионат по злому смеху. Одна попытка. Сначала я, потом Макс и напишите в комментариях, чей злой смех был лучше. Давай. Претендент номер 2. Давай. Вон туда. Я не понимаю, зачем ты пить алкоголь? Давай. Раз, два, три. Вы бы видели, тут в ресторане все обернулись Там просто все смотрели, что вообще происходит Ну напишите, кто победил Я за Макса буду голосовать У меня такой дженерик был, смех обычного злодея А тут прям, Джокер, откуда у тебя эти шрамы вообще Давай Дима, я за тебя буду голосовать Хорошо Макс голосует за меня, я за Макса А вы напишите в комментариях Ты начинаешь чувствовать губы, и ты испытываешь кайф, потому что ты начинаешь что-то чувствовать Ну да Это как Наешься крылышек, острых, много На утро сидишь потный, голый на унитазе С тебя стекает все И ты чувствуешь, что ну как бы гей-снеговик сейчас бы не помешал А потом это все проходит И тебя отпускает Чтобы человека порадовать, у него нужно просто что-то отобрать, а потом это вернуть Сема в душе немножко мазохиста Острая, это же про мазохизм В этом нету, ну типа никакого смысла Очень кислое это про мазохизм Ну вот очень сладкое, я не понимаю Мне кажется, есть ли люди, которые прям вот капец сладкое, прям переслащенное Ну это та же проблема, как с пересоленным, наверное Пересоленное жрать невозможно Да прямо оно ядовитое становится То есть можно себя челлендж, вот челлендж по кислому, да, мы помнишь с тобой делали? К сожалению, я не могу туда-сюда камеру переключать Поэтому, блин, острота, простите Помните, что там Макса, я с ним переговариваю В общем, челлендж по кислому, челлендж по острому Но нельзя сделать челлендж по сладкому И нельзя сделать челлендж по соленому Потому что, ну это просто тебе, типа отравой будет уже И все, ты просто блеванешь, я не знаю Или может Напиши Вот если у тебя есть мнение по этому поводу, напиши, пожалуйста Я не знаю Фух Так, надо попробовать мясо, он там уже сварилось Я так до вейпы и не дошел Очень хотелось Окей Мясо Прикиньте, что камера перегрелась У меня другие камеры перегревались, но это впервые Так, сейчас покажем поближе Это свиные почки Вот так вот А, вот, это свиная почка Блин Уже даже звучит не очень Я в принципе люблю суппродукты Но моя любовь к суппродуктам ограничивается говяжьим языком и куриными и утиными пупочками Я даже сердце куриное не люблю А свиные почки звучит как что-то, что бы я не хотел есть А шейки? Шейки раковые? Нет, нет, именно куриные и утиные Шеи, да, я бо обожаю Мне нравится сыпь и шея Это рыба, это вот тот самый угорь Сейчас мы узнаем у Энни Не, ну, даже и Макс не хочет Не хочу? Не хочу Зато Энни хочет Так, ну погнали Сейчас мы узнаем мнение эксперта Фиш Вкусно Вкусно? Окей Свиная почка Вкусно? Вкусно? Все очень вкусно Ну вот, отлично Все очень вкусно Вкусно? Очень вкусно Очень вкусно Как обычно эти северные китайцы, которые тяжелый-тяжелый, такой русский у них Очень вкусно Очень вкусно Очень вкусно Скидка можно, а не можно Да, скидка можно, а не можно Очки будешь Очки 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 И Макс с его обреченным взглядом на вот этот кипящий адочек Так, а я все же заценю это мясо, которое уже какое-то время пролежало Я просто переключал здесь батарейку на камере, взял ненагретую, потому что камера отрубилась. Попробуем. Это сварено в неостром супе. Ну, как я и подозревал, очень яркий соус, неострый суп. Его можно вообще даже не с грибами, ничем, просто водой, просто варить в воде, да и все. Вкуса никакого ты не почувствуешь. Здесь хотя бы вот этот вкус все перебивает. Вот этот вкус перебивает соус. Точнее, суп перебивает все, все перебивает вот этот суп. Вот так. Я ничего не понял, но очень интересно. Так и должно было быть. Как было задумано. Энни потеряла свиные мозги. Ями-ями-ями. Когда учился, нам преподаватели рассказывали байки о Китае, о южном именно Китае, что есть блюдо. Ты когда учился в Харбине? Нет, когда я учился в Владивостоке. Да, в Владивостоке нам, учителя, преподаватели рассказывали страшные истории. Например, есть такое блюдо. Ты вот обезьяну в закрытых типа ресторанах. Ты обезьяну, ну, получается, ставят тебе под стол. А, ей зажимают башку, да? Ее зажимают голову, как-то обкалывают о чем-то. Снимают верхнюю часть, и ты ложкой ешь сырыми ее мозги. Слушай, я эти байки слышал и в Новосибирске. А про писк, что там было? А, что-то как-то... Мышонок в два писка, как-то вот так вот. То есть он рождается, я не понимаю примерно, как это происходит, но это тоже было очень популярно. То есть он пищит при рождении, ты его берешь на зуб, и пищит при смерти. Да, и пищит при смерти. Отличные байки к еде. Я еще... А, еще было то, что рыбью, получается, перерезают какой-то нерв. Рыбе? Да, рыбью. Ее жарят быстренько с одной стороны, со второй стороны буквально по секунде. И дают тебе, то есть ты ее ешь еще живой. То есть она остается двигать головой в то время, как ты полностью съел все мясо. С другой стороны, у японцев и у корейцев я много раз в фильмах видел, даже есть этот фильм «Улдгой» корейский, очень знаменитый. Там есть сцена, где едят женщина, девушка, насколько я помню, ест там живого осьминога. Она прям живого его ест. Он у нее там шевелится и все. Потому что осьминогов, там есть какая-то проблема, их, короче, как-то отбивают очень сильно, чтобы они стали мягче. Но если их чуть-чуть переварить, буквально на секунду, они становятся резиновыми. Их надо либо очень долго варить, либо типа практически сырыми есть. Вот. И есть, видимо, вид какой-то азиатов, который предпочитает осьминогов исключительно живыми, не сырыми, а живыми. Ну, а я видел еще одну интересную дичь. Сейчас расскажу. Когда я только переехал в Китай, ну, то есть 16 лет назад, еще месяц здесь не был, я пытался узнать хоть что-нибудь о Китае, гуглил, все дела. Тогда еще гугл открыт был, когда я здесь был. И когда я сюда переехал. Время в эти времена. Да, ну и вот. И я гуглил про Китай всякое интересное. И я обнаружил фотографии чуваков, которые едят младенцев-вареных. Какой-то закрытый клуб где-то в Гуандуне. И вот покупают где-то специально новорожденных, вываривают, из них едят суп. Там какие-то на очень плохую камеру. Ну, прикинь, какой это 2008-2009 год. На очень плохую камеру как-то сфотографировано. И там буквально 2 или 3 фотографии было. Группа людей вот так вот сидящих. И видно, что азиаты. Непонятно, где сфоткано. И одно блюдо сфоткано, что там вот такое скрючено. Может, постанова. Может, фейк вообще полный. Не знаю. Но вот с какого-то сайта с теориями заговоров я это дело подчеркнул. Тогда нашел. Но я всякую дичь искал. Мне было интересно. Я как раз тогда про обезьян, про вот это вскрытие мозгов узнал. Там много всего. Но, знаешь, с другой стороны, есть и совсем понятные штуки. Фестиваль собачьего мяса, который запретили. Окей. Тутэни сказала интересную штуку. Короче, каждый раз, когда она смотрит тикток, она видит, как там кто-то ест огромный кусок вот этой свиной печени. И они это всегда едят, ну, типа, очень вкусненькой. Сейчас настало именно время. Она много раз так видела по тиктоку. Ага. То есть, типа, в сямоне футботах очень маленькими кусочками это нарезают, а здесь прям здоровенный кусман. И можно это все зохавать. Да. Эни, наверное, очень. Все. Мы тут снимали русскую еду. Эни там очень понравилось. Ну, конечно, куда ей соревноваться с вот этим. Я не имею в виду, но если ты смотришь на меня, то ты никогда не попробуешь. Ты ешь это, а что я еду, а что я еду, а что я еду, а что я еду. Неподдельное счастье. Вот реально, знаешь, невозможно это сыграть. Не настолько мы хорошие актеры, чтобы настолько радоваться тому, что наконец-то добрались. Как мы действительно долго ехали. Ну да, пять дней, пять дней. Сегодня пятый день заканчивается. Мало того, что мы пять дней ехали. Мы просто еще в городе как бы колесили тут кругами. Кстати, да, Макс абсолютно прав. Мы из-за вот этого хот-пота не покатались на фуникуляре, на вот этой кабельной дороге. Там очень красиво. Вы сейчас увидите картинку, фотографию, как это дело выглядит. И это, блин, очень эпично. Мы на самом деле, все виды, которые там есть, мы наблюдали их с набережной. Ты ничего нового там не увидишь. Но сам факт, что ты вот с одной стороны вот этих красивых видов потихоньку перетекаешь на другую сторону, на эти красивые виды, и все это можно было на камеру подснять, немножечко удручает. Я не знаю, будет ли у нас завтра время, но если будет, опять же, это будет только день. Мы сможем это днем снять, но вот этой всей красивости, этого сока LED-лампочек уже, конечно, мы не застанем, потому что завтра нам уже надо уезжать. Ничего с этим не поделать. Поэтому выбор был такой. Еще раз, но с воздуха и с кабельной дороги, и с красивого такого вагончика посмотреть на красивости Чонцина, либо снять для вас отдельный видос про самое культовое местное блюдо. Мне кажется, мы сделали правильно. Не-не-не-не-не. Энни пытается убедить Макса съесть кусочек мозгов. Это женская штука. Скушай. Есть мозги. Вообще, упражняться с мозгами, с чужими, очень женская тема. Я помню Слава его бренды. Да, наш друг Слава. Он же любитесь мозги. Ну, он это, попробовал свиные мозги. Ему не понравилось, но он улыбался. Ваня тоже пробовал. Сейчас проверим, есть ли разница с теми свиными мозгами, которые она покупает обычно, ну, в хот-потах у нас дома. Какой? У тебя есть отличие? Другие. Какие отличные вкусы? Нет. С gleichen. Но если это вкусно, то есть хорошая. Окей. То есть, по вкусу нет никакой разницы. Видимо, свинюшки везде едут с одних фабрик. Ну, и мозги не очень сильно по вкусу-то отличаются. Но свежие, самое главное, качественные, свиные, мозги. Это максимально отвратительно выглядит. Особенно когда зубочисткой ковыряется. Да, ковыряется зубочисткой в мозгах. Такая легкая трепанация черепа. Так это и звучит отвратительно? Как это, подожди, называется нейрохирургия. Угу. Да. Нейрохирургия в ход поте. Я не говорю, что похожа на тофу по вкусу. Очень мягкая. По текстуре точнее. Давайте уже к выводам. Ох. Итак, друзья мои. Тенбанбан. Можно дословно перевести, наверное, как очень крутое поле. Типа, очень плодородное поле. Очень хорошее поле. Что-то такое прям. Поле хорошо. Ну, типа, смотрите. Тен. Да, вот тен. Первый иероглиф. Это поле. Либо чья-то фамилия. Банбан. Это, ну, типа, два раза по хорошо. Типа, круто. Есть фраза такая в Китае, типа, ханбан. Типа, очень круто. Либо бансан. Ну, да, 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 да. Вот. Соответственно, поле круто-круто. Вот как-то так. 400 юаней почти мы заплатили за все вот это. То есть, там, в районе 5000 рублей. Вот такие посиделки нам обошлись. Дорого это или нет? Мне кажется, нет. Потому что, во-первых, это мясо очень дорогое. Во-вторых, зачастую за подобные же посиделки мы выкладывали и 500, и 600. Как бы такие обжираловые, скажем так, дешево не бывают. Потому что все-таки ты ешь какие-то прям такие премиальные, назовем это так, продукты. Мне так это слово не нравится. Отвратительно. Премиальные. Что для одного потолок, для другого пол. Вот. Поэтому фиг его знает. Мне кажется, концепт премиальности немножечко как-то перехайплен. Ладно. Самое главное, что было очень вкусно. И мы наконец-то закрыли тему с аутентичностью настоящего хот-пота. Чунцинского. Потому что ты приезжаешь куда-нибудь и везде. Чунцин хого, чунцин хого, чунцин хого. Ну, типа, чунцинский хот-пот, чунцинский хот-пот. Классно. Но он должен быть в Чунцине. И мы эту галочку поставили. Надеюсь, вам тоже понравилось. Спасибо большое за просмотр. Энни пошла закупиться, не знаю, то ли сигаретами, то ли чем. Мы же прощаемся с Чунцином. Прощаемся, мы завтра уезжаем. Так что ставьте лайки, ставьте дизлайки. Продолжайте смотреть. Напишите какой-нибудь комментарий приятный. Да, и, кстати, кто победил в битве злого смеха, обязательно напишите про это дело. А мы с вами увидимся уже очень скоро в новых роликах. У нас на этом все. Спасибо. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!